Фавориты года! Капец, вообще нет ощущения, что год почти закончился, но тем не менее это так. Поэтому наступило время подведения итогов, и сегодня мы с вами поговорим о фаворитах для лица. Для меня этот год был, наверное, открытием бюджетной косметики, потому что мне кажется, что именно в этом году масс-маркет вообще на несколько ступеней вырос, и сейчас вот при таком вот изобилии продукции, когда покупаешь люкс, то ждешь от нее уже что-то тут совсем уже такое особенное. То есть уже недостаточно просто какой-то красивой упаковки или того, чтобы это хорошо растушевывалось или лежало, потому что... лежало в смысле на лице. Потому что сейчас очень большая конкуренция, и чем больше на рынке брендов, тем, собственно, тяжелее, мне кажется, люксу становится. Тем не менее, несколько люксовых продуктов у меня здесь есть, но в основном, я вот так вот смотрю, это все доступная косметика, которая не очень дорого стоит. И сегодня в фаворитах я буду показывать продукты, которые мне нравятся для себя лично, и продукты, которые я использую для визажа моделей. Поэтому тут какие-то продукты конкретно для меня классно работают, какие-то не очень для меня, но в то же время я постоянно их использую, когда делаю макияж кому-то еще. Давайте начнем с тональной основы. Значит, для себя очень мне нравится тональная основа от L'Oreal, которая называется True Match. Именно вот такая вот ее внешний вид, потому что True Match, они есть разные, есть в бутылочках, там есть еще разные-разные-разные. Вот конкретно вот эта мне очень понравилась. Она натурально выглядит на лице, то есть у нее такой легкий сияющий финиш, хорошо она держится, среднее покрытие может быть чуть ниже среднего, но вот именно такая хорошая повседневная тональная основа, что ее нанес, она приятно ощущается на лице, не жирнится там сильно быстро, в то же время не выглядит вот такой вот как штукатуркой на лице, то есть действительно вот на каждый день нанес, пошел и все классно. Что касается еще варианта для себя, у меня сейчас нету именно бутылечка, чтобы вам показать, потому что эта тональная основа у меня закончилась, но я много ей пользовалась в этом году, и я сейчас говорю о Bourjois Healthy Mix Serum. Эту тональную основу сняли с производства, но у меня для вас есть очень хорошие новости, сейчас ее реформулируют, и в январе она выйдет обновленная версия. Надеюсь, ее буржуа не испортит, а сделают еще лучше, но посмотрим, как только она выйдет обновленная версия, 100% я себе ее куплю, потому что потрясающая тональная основа. Вот они с L'Oreal очень похожи, вот именно такая комфортная тональная основа, которая не выглядит штукатуркой, а очень естественно подчеркивает, выравнивает как бы оттенок кожи, и вот просто вы выглядите хорошо с этой тональной основой. Что касается того, что я еще люблю для себя, для себя я тоже любила очень сильно тональную основу Too Faced Born This Way, у меня опять-таки ее нет показать, потому что она у меня тоже закончилась, но вы, если смотрите мой канал давно, ну по крайней мере последний год, вы ее часто видели в моих видео. Эта тональная основа просто потрясающая, она идеально подходит на холодное время года, то есть вот поздняя осень, зима, ранняя весна. Почему? Потому что она очень сияющая, она вот как вот этот L'Oreal, только намного более сияющая, и у нее с тончайшего просто слоя идет очень плотное покрытие. Я когда пользовалась этой тональной основой, не поверите, в моих видео даже приходили комментарии в стиле, там, хорошие ты делаешь видео, ну, чего ты так ботоксом накачана? Я, конечно, посмеялась, потому что вот именно на вот этих видео, там, где эта тональная основа на мне, создается такой эффект, потому что она, во-первых, все очень классно перекрывает, во-вторых, она настолько сияющая, что вот это искусственное освещение, да, студийное, холодный свет, плюс вот эта тональная основа, которая вот просто все разглаживает, выглядит лицо вот просто как будто вас утюгом погладили, то есть ни морщинок, ничего абсолютно, очень вот вообще идеально оно просто выглядит. Почему не на лето? Потому что летом это скорее будет больше похоже на жирную кожу, нежели на какое-то красивое сияние, но я вот сейчас вот хочу ее заказать очень сильно, потому что я как раз планировала ее на зиму заказывать, и вот мне надо будет ее 100% заказать. Из того, что я больше люблю использовать на клиентах, это тональная основа Tarte, называется она Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Эта тональная основа мне нравится тем, что она очень круто выглядит на фото и видео, и она подходит для комбинированной кожи. Вот для комбинированной кожи идеально просто, и у нее достаточно серьезное покрытие, то есть не надо потом там с консилером много играться, вот так нанес, и как бы все, у тебя ровная чистая поверхность, и дальше можно уже просто макияж глаз, губ делать, и заканчивать на этом макияж. Действительно классная, она имеет больше матовый финиш, ближе к матовому финишу, но реально вот на фото и видео эффект фотошопа без применения фотошопа, мне очень нравится. И для жирной кожи, и для тоже комбинированной кожи, особенно это классно подходит для молодых девчонок, это Estée Lauder Double Wear. Эта тональная основа для меня, мне тоже в принципе неплохо, но сейчас вот с этим вот отоплением кожа сильно сохнет, и на мне она может выглядеть все-таки немножко такой вот, как это сказать, ну плотной, слишком плотной. Я люблю вот все-таки больше что-то вот такое вот сияющее и тоненькое для своего лица, но вот это вот для девчонок, у которых жирненькая такая кожа, какая-то проблемная кожа, с какими-то прыщиками, вообще идеально, это как новое лицо в бутылочке просто. Поэтому если ко мне приходят какие-то молодые девчонки, которые жалуются, говорят, вот у меня жирная кожа, ничего не держится, Estée Lauder достаю, и все идеально. Дальше давайте о консилерах. Консилеры, в принципе, вот в прошлом году, я не могу сказать, что какие-то сильно выделились, кроме вот этих вот. Это LA Girl Pro Conceal, и вот эти консилеры действительно дали мне понять, что можно и в бюджетном варианте найти очень классные штуки. Это консилеры сугубо под глаза, и для высвечивания каких-то, подсвечивания каких-то зон, это не для перекрытия проблемных каких-то мест. У меня сейчас вот я вам показываю два оттенка, осталось один Porcelain, это очень светлый, это почти белый оттенок, и также у меня есть Natural. Natural это вот такой типичный светлый оттенок кожи, под глаза хорошо подходит, там где-то, может быть, еще там нанести на центр лица. Porcelain все-таки достаточно светлый, для меня он сильно видно, вот этот вот белый такой эффект. Еще у них очень классный есть оттенок Classic Ivory, он немножко вот такой вот розово-персиковый, под глаза идеально подходит, у меня он сейчас опять-таки закончился, и вот когда я говорю закончился, это свидетельствует о том, что, в общем-то, я часто пользовалась этими продуктами, и вот помимо вот этих консилеров, как-то я не припоминаю, чтобы мне еще что-то прям сильно понравилось. Что касается бровей, то здесь у меня два продукта, которые я хочу вам показать. Первый это гель-маркер от компании Nivali, это реально удобный продукт, как для работы, так и для меня лично. Я много пользовалась вот этим вот гель-маркером, который черного цвета, но он в бровях не делает черные брови, не делает их прям такими супер насыщенными, его можно растушевать и легкой вот так вот рукой сделать волоски, такие имитацию как бы волосков, и получается, ну, просто типичный серый цвет, вот такой вот, как у меня мои натуральные брови. И также этот маркер можно использовать для окрашивания бровей, то есть если плотным густым слоем нанести, оставить на полчаса, минут сорок, он въедается в кожу, держится, ну, где-то у кого как, ну, до недели приблизительно, вот средний результат. И у меня здесь есть черный оттенок, есть тоже коричневый оттенок. Я частенько тоже пользуюсь этими средствами на моделях, потому что это крайне удобно, потому что эффект получается очень натуральный, и плюс, если нужно окрашивание бровей, то тоже как бы хороший вариант. Если же мне нужно именно моделирование брови, да, там, где вот бровь либо совсем неправильной формы, либо просто нужен очень стойкий вариант, то я любила пользоваться вот таким вот гелем от NYX. Он так и называется Eyebrow Gel, это водостойкий гель, и он действительно очень-очень стойкий, то есть его наносишь, и можно полностью смоделировать бровь, сделать ее той формы, которую нужно, сделать ее четкой, такой вот графичной, и в то же время это будет держаться очень круто. Опять-таки для молодых девчонок, для свадебных разных макияжей, отличный вариант. Для лета тоже очень классный вариант, потому что ни пот, ни вода, ничего с вашими бровями не сделает, то есть девчонки даже берут вот такие вот штуки с собой в отпуск, купаются в бассейнах, в морях, и брови при этом остаются на месте. Особенно это классный вариант, когда темная внешность, да, темные волосы, темные глаза, еще темные брови, оно вот в принципе имитирует даже макияж. Так, коррекция лица. Здесь, в принципе, у меня, мне запомнился один единственный продукт, вот именно так, чтобы я им целый год пользовалась, и это корректор от NYX, который называется Wonder Stick. Мне здесь нравится только вот эта сторона именно с корректором темным, и вот вы можете видеть, как много у меня его осталось, я его действительно берегу, надо будет себе заказать новый, потому что корректор очень классный, он действительно такой вот, как нужно, серо-коричневого цвета, очень хорошо делает коррекцию не только скуловую, а вообще всего лица, нос, подбородок, там все что угодно, в принципе, можно скорректировать. Так же для тела, если нужно ключицы, например, там больше выделить, или там грудь объемнее сделать, в общем-то это действительно очень-очень классный продукт, и если будете брать, берите оттенок Light, потому что мне говорили, взяли оттенок универсальный, у них есть Universal, так универсальный он более рыжий, а вот Light, он именно такой вот, как надо, серо-коричневого цвета, с другой стороны, у них здесь вот белый такая штука, но видно, да, что я и вообще не пользовалась, потому что, ну вот это вот бесполезная вещь, я лучше возьму какой-то консилер, вот типа вот этого, потому что, кстати, вот тоже забыла сказать, эти консилеры есть всевозможных оттенков, и тоже часто делают и коррекцию темными оттенками, хорошо подходит этот консилер для коррекции, ну я вот светлые оттенки люблю в этих консилерах, а темные беру отсюда, если же говорить о сухом продукте, то я не совсем чувствую себя комфортно, упоминаю этот продукт, потому что он буквально только, ну может последний месяц, как у меня появился, но из всего, что вот такого новенького было за прошлый год, это единственное, что я бы могла назвать таким вот интересным, да, я сейчас говорю о палетке для скульптурирования от Faberlic, мне вот этот вот скульптор здесь безумно понравился, он светлый, но опять-таки серо-коричневый, идеально подходит как на зиму, ну на лето, наверное, все-таки нет, потому что он более светлый, и вот я им делаю коррекцию в последнее время, я люблю вообще очень такой вот, все как бы натурального вида, я не люблю там жесткие как бы линии, нигде, ни в бровях, ни в коррекции, и вот для вот такого именно реалистичного эффекта, да, натурального, то мне кажется, это очень классный вариант, румяный хайлайтер здесь, ну как бы чуть менее интересный, но в то же время, вот именно корректор этот очень классный, что же касается бронзера, то больше всего, наверное, в прошлом году я пользовалась бронзером от NYC, оттенок сани, ну опять-таки видно, наверное, да, как я его уже заюзала тут, хороший бронзер, стоит вообще буквально копейки, и действительно, это то, что нужно от бронзера, он имеет вот такой вот теплый, терракотовый подтон, но в то же время, это не выглядит рыжим, и неестественным, это выглядит вот реально свежо, как будто вы чуть-чуть где-то подзагорели, вот как американцы любят говорить, да, солнышко вас чуть-чуть поцеловало вашу кожу, вот действительно такой эффект создается, и также можно его использовать еще и как тени, этот бронзер тоже очень классный, такой вот теплый оттенок получается, рекомендую абсолютно всем, и на зиму отлично подходит, вот сейчас вот этот бронзер у меня вот здесь, вот на лбу, немножко по шее я им прошлась, хорошего качества, действительно такой вот продукт, который стоит вот заказать где-то в интернет-магазине, еще в прошлом году я открыла для себя румяна, потому что румянами обычно я не пользовалась вообще, потому что мне не нравилось, как это выглядело у меня на лице, мне казалось, что это создает какую-то красноту, которую изначально мне хотелось убрать со своего лица, но мне начало нравиться, как румяна на мне смотрится, потому что они начали действительно меня освежать, и самые два моих любимых оттенка румян, это первый от Milani, Baked Blush и оттенок луминоса, наверняка вы уже не первый раз об этих румянах слышите, но для меня это было открытием, вот если я не ошибаюсь, все-таки вот этого года, и безумно красивые румяна, очень освежающие, очень классно смотрятся, немножко они такие вот как с подсвечивающим эффектом, замечательно просто выглядят, менее насыщенный вариант этих же румян, это румяна от Faberlic, и это номер у них, сейчас вам скажу какой, 62-50, я тоже уже неоднократно о них говорила, это тоже персиковые румяна, они менее насыщенные, но они настолько же классно освежают макияж, и как бы лицо в целом, очень мне тоже нравятся оба эти продукта, вот это, если, скажем так, более такой вечерний вариант, если у меня больше косметики на лице, вот это же такой вот скорее более повседневный вариант, когда меньше косметики на лице. Последняя рубрика у нас с вами осталась, хайлайтеры. Хайлайтер, наверное, самый такой вот интересный, да, и который вот наверняка понравится большему количеству людей, это палетка от Sleek, которая называется Solstice, сейчас модно хайлайтер, такой вот прям бабах, и взрыв такой, который из космоса видно, вот это именно то, что вам нужно, если вам нравится такой эффект. Все хайлайтеры здесь очень насыщенные, если делать вот именно такой вот сильно, да, сияющий макияж, то вот это именно то, что нужно, причем здесь есть несколько оттенков, есть холодный такой лавандовый, который не выглядит лавандовым, но он выглядит холодным цветом, есть здесь оттенок шампанского, вот этот вот тоже очень крутой хайлайтер, вот этот вот желтый, он такой самый-самый нейтральный из них, и кремовый хайлайтер тоже очень важно, если нужно просто влажный такой эффект создать. Безумно классный, действительно качественный продукт, многофункциональный, но вот я под конец этого года уже устала от вот этого вот слишком насыщенного хайлайта, и стала использовать что-то более такое деликатное у себя на лице, и для вот такого более деликатного эффекта мне нравится хайлайтер от ELF, это Shimmering Facial Whip, и оттенок конкретно мой самый любимый Lilac Petal, вот это то, что у меня сейчас на лице, вот оно, ну вот как бы, я не знаю, насколько видно, ну очень деликатно вот так вот переливается, очень красиво, естественно, если смешивать это с кремовыми текстурами, ну то есть не наносить там поверх сухих текстур, там румян всяких сухих, там пудры, то наносить напрямую после нанесения тональной основы, получается очень естественное сияние, и вот этот оттенок немножко такой вот с розовинкой, но в то же время не выглядит он тоже розовым, ну в целом, как бы это и все, по большому счету для лица, может быть не так много продуктов, потому что этот год это все-таки брови и губы, наверное, самый большой акцент, для бровей я вам показала, что мне нравилось, а вот для губ это будет отдельное видео, как и отдельное видео для глаз, поэтому если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно это сделайте, чтобы не пропустить следующие видео, мне кажется, они получатся даже более интересными, и на этом я буду с вами прощаться, надеюсь, что вам видео понравилось, обязательно ставьте мне палец вверх, давайте рассказывайте о своих самых любимых продуктах за год, я думаю, надо будет составить какой-то список хотелок себе, и да, заканчиваю это видео, все, до встречи в новых видео, пока!